Дорога с асфальтовым покрытием по улице Луначарского в селе Пешково была построена в 90-х годах прошлого века и, наконец, дождалась ремонта. В начале улицы состояние дороги действительно стало достаточно хорошим, но часть дороги отремонтирована некачественно, остались выбоины и ямы. Хотя именно ямочный ремонт только что завершен. Я к автомобилю скажу так, что в любом случае, даже с латочным таким ремонтом, ходовая часть машины просто долго не прослывает. Это в любом разе износ, все же это все влияет на машину и, скажем так, сейчас в наше время ремонт не слишком дешевый. Вопросы по ремонту дороги от имени жителей участники автономной некоммерческой организации НАБАД задавали главе администрации Пешковского сельского поселения и представителям районной власти. В ответ услышали, что работы выполнил очень хороший подрядчик. Связавшись с администрацией, нам сказали, что это все нормально по ГОСТу ремонт. Мы хотим обратить внимание на вот эти ГОСТы, чтобы их было видно. По словам жителей, по телефону их заверили, чтобы проконтролировать состояние данного участка дороги, приезжал исполняющий обязанности главы администрации Пешковского сельского поселения вместе с подрядчиком. Нам сказали, что сюда приезжали и осматривали, но я посмотрел по камерам видеонаблюдения у себя на доме, я ничего не вижу. То есть я не вижу, кто-то сюда выезжал, что-то здесь замерял, что-то смотрел. Например, вот сзади вас яма, вот яма, вот впереди видно там. Исполняющий обязанности главы Пешковского сельского поселения Александр Ковалев подтвердил, что он действительно осмотрел и принял работу подрядчика. Полномочия по дорожной деятельности переданы на муниципальное образование Азовского района. По соглашению о сотрудничестве район передал эти полномочия на нас, на сельские поселения. И мы вот, как бы, я принял такое решение, вот, как бы, нам выделяется средств очень мало на весь ямочный ремонт, на отсыпку щебнем. Я вот принял решение сделать ямочный ремонт вот именно по улице Луначарского. Ну, у нас улица Луначарского и за ямобрием мы делали ремонт, как бы, выполнили работы. То, что были большие ямы, их заделали. У нас есть, существует лимит на выполнение этих работ. То есть, средств очень мало на само выполнение. И в этот лимит, который был, мы, как бы, вложились и все. По словам Александра Ковалева, работы соответствуют нынешним ГОСТам, а мелкая ямочность не мешает ни самому дорожному движению, ни его безопасности. Однако жители улицы категорически не согласны с подобным мнением и намерены отстаивать свои права на комфортную и безопасную дорогу. Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо